здравствуйте друзья меня зовут александра постного я рада приветствовать вас на моем канале закоренел цветочник вы просили не все но я видела просьбу про фикус даниэль снять ролик сразу могу сказать просить меня не надо если я привожу растение я снимаю про него ролик но вопрос когда он выйдет если я это растение не привожу и купить его в голландии не могу ролика не будет у меня какие-то такие названия иногда пишите что я боюсь язык сломать и так фикус даниэль у нас относится к фикусом бенджамина как вы уже знаете у нас есть фикусы кучуконосные бенгальские бенедикта ампельные и есть фикусы бенджамина их основная особенность в форме листа то есть независимо от сорта есть мелколистные есть крупнолистные есть кустиками которые растут есть которые вырастают деревьями но если вы видите вот такой лист по форме значит это фикус бенджамина что такое представляет у нас из себя сорт даниэль сорт даниэль это не совсем медленно растущие растения то есть со временем он превратится в роскошное дерево не могу сказать что это вот так вот по волшебству произойдет но тем не менее до дерева он дорастет как фикус наташи ликинки он не останется вот таким то есть он будет расти 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 и вы когда упрется в потолок можете его постричь значит давайте посмотрим на нее внимательно вот здесь у нас сидит 33 крышка или два и одна ветка на присыпанная сейчас мы расковыряем немножко земля у нас нет это 33 стебле сидит этот маленький стебелечек вот он один самостоятельный вот этот вот второй чуть потолще и 3 вот такой вот уже взрослый видите у него идет разветвление естественным образом то есть его не надо заставлять ветвиться у него идут над листиками новые веточки и за счет этого видите листик веточка листик веточка то есть вот таким образом у него появляются пышность вот эти над каждым лист у него идет веточка со временем эти веточки будут утолщаться Вот здесь вот если мы посмотрим, вот у нас тоже листик, веточка над ним пошла. Здесь оно раздвоилось. Сейчас я его так вот поверну. Вот. И пошло раздвоение. Листик, веточка, листик, веточка. То есть, в принципе, он достаточно пышный и будет таким хорошим раскидистым деревцем. Особенность именно этого сорта в темных листьях. К сожалению, у меня сейчас нет экзотики, чтобы показать вам, в чем разница экзотики и Даниэля. Но, на мой взгляд, у него более удлиненные листья. Вот, кстати, посмотрите. Ну, конечно, не как у Бенедикта, но, тем не менее, часть листьев имеет удлиненную форму. Вот каждый раз я, когда вижу листья, да, и вот видите вот эти вот белые точечки, у меня появляется желание взять азбуку Морзе и расшифровать, что нам хочет сказать Фикус от этими своими рисунками. Само собой, когда появляются новые листики, они светло-салатовые. Это тоже естественно. Вот видите, видите, прям малышка-малышка. То есть, малюсенький-малюсенький. Он такой немножечко сморщенный. И вот еще новый листик у него лезет. То есть, красота во всех ее проявлениях. Вот это над листом у нас, кстати, растет новая веточка. То есть, со временем это будет веточка. Что нужно знать, что нужно помнить? Фикус и Бенджамина могут покапризничать. Поэтому лучше хотя бы недельку подержать его на том месте, где вы его планируете располагать. И уже после этого пересаживать. Горшок мы берем плюс 2 сантиметра к тому, в чем он сидит. Здесь вот видите, совсем нету вода у нас течет, потому что мы его недавно полили. Не видно корневой системы, поэтому точно лучше не перебарщивать с горшком. Помним о том, что мы смотрим не на высоту растения при пересадке, а на диаметр горшка. Вот это у нас 17-й, наверное. Да, 17-й диаметр горшка. Я бы посадила максимум в 19-е годы на 2-3. Про него просто забыла, потому что корневой системы еще не видно. Значит, землю берем либо для фикусов, либо универсальную. Помним о том, что фикусы пересаживаем не чаще, чем раз в 2 года. И можем раз в год менять 3-4 сантиметра верхний слой земли. При пересадке можно убрать полностью землю. Можно сделать перевалку, если вы не видите там удобрения и такого длительного действия. Потому что, по моим наблюдениям, если мы оставляем растения с этими удобрениями, корневая система начинает гореть. Его можно формировать. Его можно стричь. Если вы хотите штамповое дерево сделать, просто срезайте все нижние ветки, и у вас будет штамп. То есть фикусы хорошо подлежат обрезке. Никаких проблем с этим нет. Можете творить из него все, что угодно. Главное, чтобы он к этому благосклонно отнесся. То есть, когда начинаете творить, вы ему объясняете, зачем вы это делаете. Чтобы он не подумал, что вы просто по частям хотите уничтожить. Я бы сказала, что здесь видите листья, что у экзотики все-таки не такие листья по длине. Они у нее чуть более короткие и чуть более закругленные. Хотя по цвету они одинаковые. Основные правила ухода за фикусами можете посмотреть в ролике про фикус бенджамина другой. В принципе, я вам сказала, ставим на адаптацию на неделю. Через неделю можем пересаживать. Грунт фикуса универсальный. Подкормка соответствующая. И внимательно при поливе следим за состоянием растения. Потому что бенджамины подвержены у нас мучнистому червецу. И бывает, что щитовка. Вот мне присылали. Я, честно говоря, ни разу у меня щитовка. Они не болели. Но говорят, что именно на бенджамина она нападает. Ну и, соответственно, если этот красавчик. Твоего принесли, поставили. И он начинает вам скидывать листья. Прям скидывает, скидывает, скидывает. Но он вам говорит, мне здесь не нравится. Ищи мне другое место. Поэтому ходим, ищем. Три дня, в принципе, это то время, когда он понимает, нравится ему это место или нет. Бережем от сквозняков. Особенно это касается зимнего периода времени. И когда мы проветриваем окна, смотрим, чтобы на него не дуло. Потому что он сразу вам сбросит листья. Опрыскиваем при желании. Ну и хотя бы раз в полгода моем. И блеск для листьев сложный. Но я свои бенджамины обрабатываю все равно блеском для листьев. Просто это чуть более сложная задача, нежели с крупнолистными растениями. Любите фикусы, любите друг друга, любите жизнь. Окружайте себя зелеными друзьями. И пусть у вас все будет хорошо. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. И надеюсь, до новых встреч.